Приветствую вас, давайте разберем вас по вопросу. Люблю очень сильно человека, не общаемся, но сейчас хочу его увидеть на улице лишний раз. Хочу позвонить и слышать правильный голос, но не могу. Мне очень сильно идет противоречие разума и сердца, в чем сказал он, что мои чувства рано или поздно остынут. Я так хочу проебиться, хотя бы увидеть. Но если появлюсь перед ним, не знаю как он отреагирует, откуда такое жесткое желание его увидеть. Не дает мне гордость сказать, что не забыла. Не винацино тянешь, но тут вот есть некоторые ошибки в плане написания сообщения, поэтому мысль может конечно несколько отличаться от того, что хотел сказать автор. Вот, видимо слишком эмоционально, ну, в серьезном эмоциональном тонусе находится человек. И, собственно, по этой причине так вот эмоционально получается. Значит, что хочется сказать. Ну, во-первых, действительно очень хороший вопрос, который вы задаете. Вот, действительно очень хороший вопрос, касается того, а что же, собственно, меня тянет к человеку. Это действительно очень хороший вопрос. И как жаль, что вы задаете его нам, не давая при этом никакой практической информации о себе. То есть, ну, мне рассказывают ничего о себе. А вот вы... спрашиваете на... А, бэро, мы спрашиваете на... А что же вот такое, почему же я вот так вот... Ну, почему же меня вот так к человеку сильно тянет? А на самом деле... На самом деле... Это вопрос... Как мне кажется... Вам нужно... В первую очередь... Задать... Себе. Вот. Ну... Ну... Сам... Самой себе... Нужно задать этот вопрос. Потому... Потому что... Это ведь напрямую касается... В... О... Напрямую касается... В... В первую очередь... Это напрямую касается... Валт. И... Мне кажется... Что... Если вы хотите с себя разобраться... ...разобраться... Если вы хотите... Понять вот... Что же все-таки с вами происходит... то, ну, наверное, лучше способы не найти. То есть, наверное, не будет лучшим решением для вас. Чем нет лучшего решения для вас, чем, как раз таки, задать себе вопрос по поводу того, что же меня к человеку тянет. То есть, что меня притягивает к человеку, это вот мне кажется, прям таки, ну, прямо таки, вот, то, что, ну, актуально-актуально. Тут, понятное дело, есть нюансы, как и туда, тут, понятное дело, что есть некоторые тонкости, тут понятно, что есть какие-то детали, но тем не менее, тем не менее. Вот. Что хочется сказать в первую очередь, что хочется сказать? В первую очередь, хочется, наверное, сказать, что тянет обычное состояние. Да? То есть, ну, состояние. состояние. То есть, вот у вас есть определенное состояние, которое вы чувствовали сам человек. Вот. То, что вы ощущали. состояние. Вот. Вот. И вот это состояние состояние вас как раз таки притягивает. Вот. Понятно, да? Каждому. Вопрос только заключается в том, что это состояние, как раз таки притягивает. Вот. Вот. Ну, иными словами, вы дочерпуете не только неполный без машины. Вот. Нужно разбираться с тем, каким образом, скажем так, это не полнота берется. Вот. Нужно разбираться с тем, каким образом, это не полнота возникает. Понимаете? Вот это, видимо, является вашей самой главной задачей сейчас. Вот. Ну, ага. Как бы в основе, конечно, я бы сказал, что в основе лежит то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, например, в частности, когда вы, вот, находитесь как бы без него. Для этого нужно сделать анализ вашей жизни. выяснить ключевые, ключевые, ключевые моменты, которые позволят нам понять происходящее с вами. И я думаю, что дальше можно будет в той или иной степени говорить о том, как нам помочь. Ну, по крайней мере, так это должно работать, на мой взгляд. Понимаете? Понимаете, да? Понимаете, да? О чем идет речь? Конечно, можно говорить о том, что у вас имеет место быть любовной зависти. Можно говорить о том, что вы, ну, попали в эту любовную зависть. Вопрос, конечно, заключается в том, как. То есть, ну, исключаем случайности. Вот, случайностей в данном случае не бывает от слова совсем. Это не случайно, то, что вы оказались в зависимости от человека. И необходимо нам найти причины. Вот. Ну, причины в том, что он довольно часто выключается, ладно. Вот это, в первую очередь. Страх. Страх того, что вы, ну, не будете, или наоборот, ну, Ну, не будете никому нужны, что вы, например, останетесь одной, что другого такого человека вы не встретите. Вот, много-много таких вот нюансов, много-много таких вот историй будет, хотя, конечно, согласиться с этим вам, как мне кажется, будет нелегко, достаточно. Вот, ну, тут-тут ничего не поделось, вот, микро, потому что, ну, вам, конечно, нужно время, чтобы, ну, скажем так, это принять, вам нужно время, чтобы, ну, адаптироваться. Так, так-то. Вот. Такая вот сталь. Необходимо развивать, на мой взгляд, необходимо развивать внимательность как бы, вот, необходимо развивать чуткое отношение к тебе, честность тоже, очень важно чтобы вы, чтобы вы это развивали и культивировали себя, честность, вот, ну, по отношению к себе, конечно. Потому что, если вы это не будете делать, вот, то, конечно, вам будет очень тяжело. А в зависимости, вы будете попадать, что называется регулярно. К сожалению, к сожалению. Вот. А что еще? Последнее. От чего хочется, пожалуй, вам предупредить? Ну, это того, чтобы не пытаться объяснить что-то. Да. То есть, вы сейчас вот пытаетесь объяснить, как это вот свое, ну, свое состояние, да, вы пытаетесь его объяснить, почему у меня тянется так далее. Вот. Это хочется, что вы можете сделать. Пытаться объяснить. Вам не объяснять нужно. Вам нужно немножко другое. Вам нужно лучше создать все. И тогда все получится. Понимаете, да? Вот. Об этом я и пытаюсь вам сказать сейчас. Как-то так. На этом, в принципе, я думаю, мой ответ можно закончить. Я надеюсь, что он помог вам. Надеюсь, что это было как, ну, как минимум. Интересно. Надеюсь, что это было как минимум для вас. Полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Причем, хочу обратить ваше внимание, что обратная связь нужна, в первую очередь, вам. Для оформления базовых постелатов для психотерапии. То есть, если вы отвечаете на какие-то вопросы мне, например, то учитывайте, пожалуйста, что отвечаете вы не мне. Отвечаете вы себя. И делаете вы это для себя. Потому что от того, что вы ответите мне на какой-то вопрос, да, ничего особо не изменится. В прямом смысле слова. Ничего не изменится. Вот. Потому что я не буду являться, скажем так, камнем преткновения. Ваши стуль. Это все. А мои вопросы не больше нацелены на вас. И для вас. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что именно так вы к этому относитесь. Удачи вам. Всего самого доброго. Да.